Добрый день! В предыдущих двух частях нашего видео урока мы разобрались с планами, фасадами и отрисовали один разрез. Далее я считаю, что основной курс можно завершить это, сделав. Раскрасим фасады, сделаем размеры, напишем аннотации, подготовим рамку и на этом основной базовый курс закончен. Я думаю, что сделаю еще одну часть, где расскажу основные функции, которые мы не захватили в наших видео уроках. Сейчас мы сделаем раскраску, зальем, сделаем размеры и поставим все в рамку. Итак, начнем с фасадов. На фасаде у нас плиты перекрытия не будет видно, поэтому мы удаляем их. Так, как ее не будет видно. И делаем закраску. Заходим в меню градиент. Делаем стриховку, выбираем. Если у нас фасад, допустим, мы делаем из газобетона. Да, то выбираем здесь кирпичики. Давайте сделаем, не будем ничего мутрить. Это как пример. Выбили, выбрали. Нажали в область левой кнопкой и нажали Enter. Все. Дальше. Нажали на стриховку правой кнопкой. Свойства. Сделали масштаб в 100. Все. Пожалуйста. Если мы хотим цвет добавить, то то же самое. Мы берем градиент. Выбираем один цвет. Делаем чуть темнее. Допустим, здесь с переливом. Добавляем точки. Enter. Выделяем. У нас газобетон серый пусть будет. Второго цвета нет. Второй цвет тоже серый. Еще раз выделили. И поместим это на задний план. Вот. Берем задний план. Все. У нас видно и газобетон, и цвет. Если цвет не нравится, мы всегда его можем заменить на любое другое. Так. То же самое со вторым фасадом проделываем. Выбрали градиент. Нажали. Enter. После этого берем копирование свойств. Нажали на стриховки. Выделили. Все. Штриховка сделана. Также мы можем сделать. Выделили штриховку. Копируем. Давайте на 10 тысяч. Скопировали. После этого берем копирование свойств. Выделяем уже на градиенте. Надо только поймать, где можно его все поймал. Оп. Помещаем на задний план. И перемещаем на 10 тысяч. Все. Готово. Дальше мы можем застриховать все, что угодно. Поэтому, если нам хочется застриховать плиту, мы выбираем штриховку Arcon. Выделяем. Выделяем. Два. Три. Выделили. Нажали масштаб. Делаем, допустим, 20. Посмотрим. Давайте 20 мало. Делаем 40. Все. Трита сделана. Если мы не хотим заново все сделать, у нас все одинаково. Мы копируем. Два. Три. Так. Также здесь все по той же схеме. Выделили. Копируем. Выделили. Копируем. Дальше. Копирование свойств. Выделили на штриховке газобетона. Раз. Два. Все. Также делаем. Выделили. Копируем. Давайте. На 30 тысяч. Скопировали. Копирование свойств. Поймали. Не попадайте, главное, на ребра. На ту штриховку. Нам нужна именно заливка. Все. Скопировали. Выделили. На задний план. И сдвинули на 30 тысяч назад. Все. Посады у нас готовы. Давайте еще кровлю сделаем, как вам нравится. Выбираем штриховку. Так. Я думаю, что лучше ее отрисовать. Итак, продолжаем. Выбираем штриховку. Или давайте сделаем кровлю с штриховкой самостоятельно. Отмена. Предположим, что... Хотя нет. Давайте все-таки заштрихуем. Сейчас мы ее выберем. Подходит вот такая. Штриховка. Выделяем. Так. Также нажимаем. Масштаб корректируем. 35. Давайте побольше. Давайте 50. Все. Берем. Копируем. Все. Штриховка готова. Фасады готовы. План готов. Разрез готов. Приступаем к размерам. А также к терчению рамок. Вот у меня есть заготовка в виде рамки. Давайте мы ее замерим. Сами сделаем такого, как нам нужно. Будем оформлять на листах А3. Давайте откладываем 420, 292, 420 и соединяем. Дальше отложим по 5 с трех сторон. Раз, два, три. И отложим 20 миллиметров с левой стороны. 20. Так. Обрезать. Чертим штамп. Откладываем в эту сторону 185. Вверх 55. Вот здесь поле для штампа. Все. У нас готово. Давайте увеличим нашу рамку в 100 раз. Берем кнопку масштаб. Нажали. Привязку по левой. И нажимаем на 100. Так, масштаб у нас. Теперь рамка у нас в масштабе. Копируем планы. Раз план. Копируем второй план. Второго этажа. Скопировали. Копируем весь лист. Раз, два. Здесь удаляем. Выделяем, удаляем планы. И ставим сюда фасады. И два других фасада. Так. Давайте их привяжем. Чтобы они все были на одной высоте. Фасада наша. Опустили по линии. Все. Удалили линию. Так. Теперь начинаем писать. Берем текст. Копируем. Ставим сюда. Выделяем два раза. И пишем план на отметке 0,0,0. Увеличиваем. Метра. Выделили. Перенесли как нам нужно. Теперь делаем размеры. Выделили линейный размер. Ставим размеры. Поставили. Нажали. Ставим высота текста 50. 50 мало. 250. Округление значений. Ставим 0. Сейчас. Все нужны единицы. Вспомогательные. Точность. Ставим 0. Нам не нужны здесь десятые. Сейчас выделили. Теперь текст. Отступ от текста. Ставим 25. Стрелки. Делаем засечки. Стрелки ставим 150. Давайте можем на 200 достать. Так. Все готово. Теперь делаем два размера. Копирование свойств. Копирование свойств. И начинаем раскладывать. Дальше обмерять весь план первого этажа. Копирование свойств. Копирование свойств. Копирование свойств. Копирование свойств. Копирование свойств. Так. Вторую стену. Лестницу и привяжем её к оси. Дальше двери. Продвинем, чтобы было поведнее. Так, окна привязываем от оси, чтобы у нас для строителей была понятна привязка. Вот размеры по первому этажу у нас сделаны. Дальше вы самостоятельно можете сделать размеры по второму этажу и также по фасадам. Нам здесь осталось единственное ещё написать. Ставим 0, 0, 0. Давайте её уменьшим, сделаем 250 и загоним её в квадратик. Так, и дальше нам надо сделать вот это будет первое помещение, это второе, третье, четвёртое. Вместо букв вставим 1, 2, 3, 4. Всё. У нас, в принципе, все помещения готовы. Нам необходимо будет сделать экспликацию помещений и образмерить все остальные наши чертежи. В принципе, всё. На этом наш первый урок по основам автокада закончен. Я думаю, что сделаю несколько мини-уроков по каждой функции с обозначением, где вы сможете овладеть именно той функцией, которая вас интересует на данный момент. Сейчас вы владеете всеми основами. Спасибо за внимание.